Ограждение вокруг танцевальной площадки Пушкинского парка с сегодняшнего дня заиграло новыми красками. Концентрация природных пейзажей на этом участке увеличилась в несколько раз. Прямо на невзрачных прутьях красивые виды разных уголков России от Москвы до Камчатки. Понимаете, в как раз небольшой выставке как бы сосредоточено все многообразие. И, наверное, я бы так сказал, основной идеей выставки. Если мы хорошо знаем, то мы ее любим. Любим наше Отечество, нашу Россию. На этих фотографиях туманные пейзажи Пермского края, холодная красота замерзших водопадов и таинственные сияния якутского солнца, под которым словно алмазы переливаются льды. Здесь уральские холмы обнимает бархатное зелень и притягивают взгляды кандуки, что в Тульской области. Одной из целей русского географического общества является популяризация природного наследия Российской Федерации. Действительно, здесь представлены уникальные места, уникальные снимки, уникальные фотографии. Очень разных мест в России. Это и Урал, это и Тундра, это и северные части нашей большой страны. Выставка открылась несколько минут назад. И вот первые посетители уже любуются флорой и фауной. Нетропливо прогуливаясь между экспонатами, рассматривают детали. Рома и Юля Барцаева приехали из Сабаева, только пришли в парк и почти сразу оказались на выставке. Минут 10 на жертвы пришли. Что уже успели посмотреть? Фонтаны. Ну, фонтаны, картины вот эти вот. А как вам выставка картин? Хорошая выставка. Да, тоже хорошая, да. Выставка привлекла внимание не только юных исследователей. Много интересного для себя открыли и начинающие фотографы. Как фотограф я могу сказать, что мне понравилось, правда. Здесь фотографии, на фотографиях видна симметрия какая-то, правила золотого сечения. И как начинающему в этой области мне, у меня вызвали какие-то ощущения данной картины. Все эти фотографии сделали финалисты конкурса «Самая красивая страна-2018». Из тысячи работы лидерами стали только несколько десятков фотографий, а на выставке можно увидеть 65 из них. Работы выполнены в 12 номинациях, среди которых пейзажи, дикие животные, макромиры и другие. В общем, каждый найдет себе фотографию по душе. Меня поражают вот эти фотографии, которые отражают особенности культурного ландшафта. И вот посмотрите на вот эту просто прекрасную фотографию, маяк Анива, это на Сахалине. Видите, насколько гармонично встроен вот этот маяк в структуру вот этого ландшафта. Увидеть маяк Анива и другие работы можно до 15 сентября. Создатели выставки позаботились о том, чтобы фотографии не пострадали от непогоды вплоть до самой осени. Познакомиться с пейзажами нашей Родины может любой желающий. Затем в выставках будут любоваться студенты. Фотографии отправятся в учебный корпус географического факультета. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости.